Представляем вам новый стандарт обучения медицинских работников всех уровней. Новый стандарт подразумевает приобретение прикладных знаний на любом устройстве и получение баллов непрерывное медицинское образование как для физических лиц, так и для юридических. Интерфейс и навигация портала Medex Pro интуитивно понятны и позволяют с комфортом выбрать подходящую программу повышения квалификации. Каждая программа создается в рамках специализации и поднимаемой темы. Особое внимание уделено отзывам и конструктивным комментариям наших пользователей. Мы приветствуем и учитываем полученную обратную связь при разработке наших образовательных продуктов. В процессе обучения на Medex Pro обмен опытом с ведущими экспертами России в различных отраслях медицины станет нормой. Задайте вопрос лектору и получите компетентный ответ. Видеолекции, подкасты, презентации, дополнительные текстовые материалы, интерактивные тесты и другие образовательные форматы ожидают вашего внимания. Возьмите максимум прикладных знаний, повысите квалификацию и построите карьеру с Medex Pro. Уважаемые коллеги, добрый день. Разрешите представить вашему вниманию наш симпозиум, посвященный блиц-разбору трудный пациент с аутоиммунным гепатитом. Первое слово для доклада. Разрешите представить Левиной Оксане Николаевне, кандидату медицинских наук, к старшему научному сотруднику, заведующему отделением гастро-панкреата энтерологии клинической больницы номер 57 городской клинической больницы имени Боткина Департамента здравоохранения города Москвы. Доклад называется «Клинический портрет больного аутоиммунным гепатитом». Глубоко уважаемые коллеги, глубоко уважаемый президиум, разрешите прежде всего поблагодарить организаторов за возможность поделиться нашим опытом с вами сегодня и представить вашему вниманию сообщение на тему клинический портрет больного с аутоиммунным гепатитом. Согласно определению данному в 2010 году и опубликованном в 2015 году Европейской ассоциации по изучению заболеваний печени. А вот иммунный гепатит – это непроходящее самостоятельное хроническое заболевание печени, поражающее в основном женщин, характеризующиеся гипергаммоглобулиномией даже в отсутствии цирроза и наличие циркулирующих аутантител связью с лейкоцитарными антигенами человека и перепортальным гепатитом при гистологическом исследовании, благоприятным ответом на иммуносупрессию, приводящее без лечения к циррозу, печеночной недостаточности и ретальному исходу. Это определение было дано впервые в 2010 году и в дальнейшем. Мы им успешно пользовались. В свете текущего доклада кратко коснусь вопроса патогенеза, чтобы напомнить, что аутоиммунный гепатит развивается в результате взаимодействия факторов окружающей среды, нарушения механизмов иммуно-интолерантности у лиц с генетической предрасположенностью, а триггерными факторами могут стать лекарственные препараты, другие токсические вещества, вирусные агенты. И это стоит учитывать, планируя длительность наблюдения пациентов, перенесших вирусные гепатиты и лекарственное поражение печени. Генетическая предрасположенность к аутоиммуновому гепатиту реализуется через комплекс HLA, известный нам всем. Доказана связь серотипов с HLA DR3 и DR4, причем HLA DR3 ассоциирована с более тяжелым течением, чаще встречается у женщин, раньше манифестирует, и HLA DR4 обычно ассоциирована с течением благоприятным, с более поздней манифестацией. Согласно классификации, представленной в 2019 году, Американская ассоциация гастроэнтерологов выделяет два типа аутоиммунных гепатитов согласно спектру диагностических антител. При аутоиммунном гепатите первого типа чаще выделяют антинукулярные и антигладкомышечные антитела, тогда как при аутоиммунном гепатите второго типа выявляют антитела к микросону печени и почек и цитозольному антигену. Аутоиммунный гепатит второго типа характеризуется более тяжелым течением, редко ремитирует. Также возможно выделение аутоиммунного гепатита третьего типа, однако в последней классификации он отнесен к первому. Различие его в определяющихся антителах к растворимому антигену печени и поджелудочной железы он характеризуется, соответственно, более тяжелым течением. Для диагностики аутоиммунного гепатита нам предложен больный алгоритм, впервые разработаны международной группой в 1993 году, в 1999 году модифицирован, он представлен на слайде. Согласно данному алгоритму, достоверно может считаться аутоиммунный гепатит у пациента с преимущественным повышением цитолитических показателей при выявлении специфических антител, при исключении болезней накопления вирусных гепатитов, при отсутствии злоупотребления алкогольного приема гепатоксичных препаратов и подтвержденный типичными гистологическими признаками, такими как лимфоплазмацитарная инфильтрация, империополез, формирование розеток и развитие ложных долек. Для повседневного использования в 2008 году предложен упрощенный алгоритм, основанный на выявлении антител и гистологическом картине поражения печени. Таким образом, на основании представленных алгоритмов в 2016-2020 году в городской клинической больнице имени Боткина проводилось лечение пациентов, которым был установлен диагноз аутоиммунного гепатита. Таких пациентов было 34, мы выбрали тех для настоящего обзора, с которыми продолжается общение и проводилось динамическое наблюдение. Среди заболевших преобладали женщины, они составили 70%. В 82% случаев на основании диагностических алгоритмов был установлен диагноз «вероятный аутоиммунный гепатит», в последующем подтвержденный эффективностью терапии глюкокортикостероидами и цитостатиками. В 23% случаев диагностировали сопутствующую аутоиммунную патологию, такую как аутоиммунный тиреоидит, сахарный диабет первого типа, синдром Шегрена, полимеозит. В 9% случаев на основании клинико-лабораторных и морфологических данных диагностировали первичный билярный холангит. И в 17% случаев склерозирующих холангит. У 4 больных при гистологическом исследовании, помимо данных, характерных для аутоиммунного гепатита, выявляли признаки статуза печени. И в 82% случаев была эффективна терапия первой линии. Дальше коллеги на ней остановятся, если позволите, я не буду на ней останавливаться сейчас. Эффективность эмофетиломикофенолата ни в одном исследовании у нас не наблюдалось. И в общей сложности 8 пациентов были направлены для проведения ортопической трансплантации печени, четверо в связи с развитием цирроза и двое в связи с развитием гепатоцеллюлярной недостаточности. Таким образом, на основании полученного материала позвольте представить вам ряд клинических случаев, на наш взгляд, достаточно репрезентативных, для отображения современного портрета больного с аутоиммунным гепатитом. Пациентка С, 33 лет, обратилась к терапевту по поводу слабости, сохраняющегося сутфибролитета, после перенесенной вирусной инфекции с катаральными явлениями, по поводу чего принимала парацетамол и амоксицелинкловоланат. При обследовании выявлено значимое повышение лайн-эминтрансфероза в 7 раз, ГГТП в 7 раз, гамма-глобулин в 1,5 нормы. Пациентке была выполнена биопсия печени и диагностирована перепортальная гепатит, с лимфоплодомцитальной фильтрацией, начальные признаки формирующихся ложных долек, примечательное развитие у данной пациентки выраженного статуса печени, представлены на слайде. С учетом анамнестических данных, прием парацетамола, пациентке была назначена первым этапом терапии при низолонах, на этом фоне отмечалось некоторое подрастание уровня АЛТ до 8 норм, и к терапии было добавлено азотиаприн, доза 50 мг, в дальнейшем доза увеличена до 100 мг, на фоне чего отмечалась нормализация, практически нормализация уровня статистических показателей, и ГГТП, и гамма-глобулинов, при низолонах был полностью отменен через 6 месяцев, были попытки снизить дозировку азотиаприна до 50 мг, однако на этом фоне у пациентки отмечалось повышение уровня статистических ферментов, таким образом она принимала 100 мг азотиаприна в течение, по сути, 20 месяцев, до момента развития лихорадки 39,5, при исследовании анализа крови у пациентки определялась выраженная нитропиния, до единицы, в связи с чем азотиаприн был отменен, и вновь назначена терапия при низолонах в дозе 40 мг в сутки с постепенным снижением, и предпринятая попытка замены на бодесанид в дозе 10 мг оказалась эффективной, в настоящее время пациентка чувствует себя удовлетворенность, до статистического синдрома у нее не отмечается уровень лейкоцитов удовлетворительный. Следующая пациентка, 58 лет, обратилась к врачу впервые по поводу желтухи, кожного зуда, астенического синдрома, который отмечалась в течение полугода. При обследовании у нее диагностировали цирроз печени и предложили госпитализацию в связи с повышением циталистических ферментов в более чем 10 раз. В пациентке была выполнена биопсия печени, при гистологическом исследовании ткани печени выявлены в плазомцитарную фильтрацию, фиброзные септы, формирующиеся ложные дольки, полученные данные исследования аутоиммунных маркеров, достоверное повышение уровня антинуклеарных, антиладкомышечных антител, начатая терапия переднизолоном и азотиаприном, на фоне которых в течение 2,5 месяцев отмечено значимое снижение циталистических показателей, нормализация уровня гамоглобулина, однако на 20-й неделе у пациентки отмечено развитие гепатоцеллюлярной недостаточности в виде снижения уровня альбамина, снижения протрамбина, в связи с чем был отменен азотиаприн, и пациентка включена в лист ожидания трансплантации печени, и спустя 5 месяцев после диагностики заболевания больной выполнена ортопическая трансплантация трупной печени. В настоящее время состояние ее удовлетворительно, прием гормонов был продолжен до полной нормализации циталистических показателей после проведенной трансплантации, и наблюдается она с учетом риска развития рецидивного аутоиммунного гепатита трансплантата. Следующий пациент 56 лет госпитализирован с жалобами на боли в правом подреберье, остынию и слабость. У него был диагностирован калькулезный холецистит. В связи с повышением уровня АЛТ больше, более 20 норм, значимым повышением гамоглобулина была выполнена сразу расширенная биопсия печени при холецистоктомии, при которой определяется перипортальный гепатит с выходом плазматических клеток за пограничную пластинку. При исследовании уровня антител выявлен значимый тип титра антинокулярного фактора. Назначена терапия перед низоломым сазотиаприном эффективная. У пациента быстро нормализовались циталистические показатели, однако пациент от терапии самостоятельно отказался. Прервал лечения и обратился вновь в связи с нарастанием остыни и слабости. Вновь выявлено повышение циталистических показателей, вновь назначена индукционная терапия перед низоломым сазотиаприном, вновь эффективная, в этот раз она продолжалась несколько дольше, в течение двух месяцев. Однако через два месяца в хорошем удовлетворительном самочувствии пациент вновь отказался от терапии. И вновь обратился к нам уже спустя более длительный период. Пациенту вновь была индуцирована терапия перед низоломым и азотиаприном. В настоящее время перед низолом уже отменен, пациент получает азотиаприн с удовлетворительным эффектом. Уровень циталистических показателей и гамма-глобулинов у него в пределах нормы. И молодой мужчина 21 года в анамнезе у матери диагностировали аутоиммунный гепатит первого типа легкого течения. И за три года до обращения, после однократного употребления психоактивных веществ, у пациента было выявлено повышение АЛТ, по поводу которого он длительно обследовался. Максимальные цифры были 200. За три года он был во многих клиниках, занимался в том числе траволечением. Поэтому диагноз аутоиммунного гепатита у данного пациента абсолютно не очевиден. Обратился он в стационар по поводу болей в правом подреберье. У него диагностированы холангид, структура общего желчного протока и проведено стенсирование желчных протоков. В связи с сохраняющимся повышением уровня АЛТ на фоне наблюдения пациента была выполнена биопсией печени. И выявлена следующая картина. Лимфоплазм-цитарной инфитрации с формированием розеток лимфоцитов. При исследовании уровня антитил выявлено повышение уровня СЛА и ЛП до значимых титров, качественно обнаружены. Была начата терапия перенезалоном. Принесшая положительный эффект, у пациента снизили все показатели, однако в короткие сроки наросла гипокалиемия и начал формироваться кушнигоидный синдром. Пациенту была назначена терапия азотиаприном, на которой все показатели вновь рецидивировали. Отмечено нарастание цитолиза, миологический синдром, выраженный в связи с чем пациент от терапии отказался. Также короткое время проводилась терапия мафетиломикофенолатом, также неэффективная, отмечено на ней нарастание уровня статистических показателей. Однако отмечено снижение уровня гамоглобулина. И пациенту проводилась монотерапия с дзоксихолевой кислотой. Однако через 16 месяцев после первого обращения отмечено вновь повышение цитолизических показателей щелочной фосфатазы гамоглобулина. И пациенту выполнена повторная биопсия. И при повторной биопсии определяется пролиферация желчных протоков, мелких протоков. При наличии уже пораженного крупного протока, при первичном обращении пациента, установлен диагноз перекрестный аутоиммунный синдром, первичный склерозирующий холонгит с поражением мелких протоков и доминантной структуры общего желчного протока, и аутоиммунный гепатит. В настоящий момент пациент принимает только урсодоксихолевую кислоту, цитолизические показатели у него в пределах нормы. Однако сохраняется значимое повышение щелочной фосфатазы, ниже 1000 она практически не бывает. При этом функции печени у него удовлетворительны, и самочувствие у него также удовлетворительны. Поэтому в связи с наличием структуры и поражением мелких протоков рассматривается вопрос о возможности и необходимости включения в лист ожидания трансплантации печени в связи с высоким риском развития холонгоцеллюлярной карциномы данной группы пациентов. Таким образом, с учетом ранее сказанного, стоит вернуться к вопросу определения аутоиммунного гепатита и представить определение Американской ассоциации гастентрологов 2019 года, согласно которому аутоиммунный гепатит – это хронический воспалительный процесс печени, неизвестный природой, который характеризуется выраженным воспалением и фиброзом вплоть до развития цирроза, в ряде случаев острой печеночной клеточной недостаточностью, для него специфичное наличие антител, повышение гомоглобулинов и хороший ответ на иммуносупрессивную терапию. С нашей точки зрения, данное определение дает нам несколько больший простор для диагностики, отражая и клинические, и лабораторные аспекты, и эффективность терапии. В заключении хочется подвести итог в виде кратких моментов, принципиально новых, принципиально значимых для современного течения аутоиммунного гепатита. Во-первых, гистологические изменения, характерные для неалкогольной жировой болезни печени, не опровергают диагноз аутоиммунного гепатита и встречаются у 13-17% таких пациентов. Перед началом терапии азотиаприном целесообразно определение теапурин-С-метилтрансферазной активности и для определения оптимальной дозировки пациентам, которые должны получать эту терапию длительно. Терапией первой линии является бодусанитопереднизолом в комбинации с азотиаприном. Назначать их лучше одномоментно при отсутствии признаков печеночной недостаточности и декомпенсированной циррозы печени. При повышении показателей холестаза целесообразно обследование пациента для исключения аутоиммунного перепрёсного синдрома, поскольку всё-таки для аутоиммунного гепатита не самые типичные изменения. Иммуносупрессивная терапия при аутоиммунном гепатите должна быть длительной. Может быть отменён пренезолон, но при условии продолжения терапии азотиаприном. Возможно оставить монотерапию, но после достижения клинического эффекта. Показания трансплантации печени служат развитие печёночной недостаточности. И пациентам с тяжёлым течением аутоиммунного гепатита целесообразно при отсутствии терапии в течение двух недель решать вопрос о включении в лист ожидания трансплантации печени. При фульминантном течении целесообразно сразу решать вопрос о включении в лист ожидания. Благодарю за внимание. Спасибо, Оксана Николаевна. Оксана Николаевна сделала большой срез, показав работу, которая ведётся в клинике, насколько многолик и многообразен аутоиммунный гепатит в сочетании с другими аутоиммунными заболеваниями. Может быть, в аудитории есть какие-то вопросы? Пока нет. Тогда, может быть, в конце симпозиума мы ещё их зададим. Я хочу сказать, что у нас ещё будут сообщения, доклады, посвящённые уже более частным вопросам, поскольку сейчас мы видели такой общий срез, взгляд клинициста на аутоиммунный гепатит. Но очень важна и теория, поэтому мы сделаем отступление в сторону патогенеза. Я предоставляю слово Бацких Сергею Николаевичу, кандидату медицинских наук, старшему научному сотруднику МКНЦ, который работает в отделе гепатологии. Доклад Сергея Николаевича. Современное представление об этиопатогенезе аутоиммунных заболеваний печени. Уважаемая Елена Владимировна, уважаемая Елена Григорьевна, уважаемые коллеги, Оксана Николаевна в своём сообщении уже обозначила тот спектр проблем, которые мы сегодня будем обсуждать. Это действительно и этиология, патогенез аутоиммунных заболеваний, роль неорганспецифических аутоантител, резистентность к терапии. Моё сообщение посвящено как раз вопросам, довольно вопросу сложному и в то же время интересному, поскольку мы имеем пока довольно скромные данные, скромные знания об этиологии и патогенезе аутоиммунных заболеваний в целом и аутоиммунных заболеваний печени в частности. Но, тем не менее, данные, которые мы получаем в последнее время, они такие и интересные, и многообещающие, я бы сказал. Я думаю, что нас ждёт, надеюсь, в ближайшем будущем масса интересных открытий, как раз-таки касающихся происхождения аутоиммунных заболеваний и аутоиммунных заболеваний печени в частности. Среди известных на сегодняшний день уже около 100 различных аутоиммунных заболеваний аутоиммунные заболевания печени измывают довольно скромное место, это довольно редкие заболевания, Но количество больных постоянно растет. С одной стороны, видимо, растет действительно заболеваемость, с другой стороны, улучшается диагностика этих заболеваний. Традиционно к аутоиммунным заболеваниям печени мы относим три – аутоиммунный гепатит, первичный билярный холонгит и первичный склерозирующий холонгит. В целом, ну так, очень схематично наше представление об этих патогенезе, этих заболеваний выглядит примерно следующим образом. В действии каких-то факторов внешних, каких-то патогенов, чаще всего бактериальных либо вирусных, у генетически предрасположенных лиц приводит к перекрестной реактивности между антигенами этих триггеров и аутоантигенами. Запускается вот такой целый каскад аутоиммунных реакций с активным участием цитотоксических Т-клеток, и, собственно, события развиваются по двум сценариям. В одном случае мишени являются гепатоциты, и тогда развивается аутоиммунный гепатит. Ну, а если мишени являются желчеводящие протоки, то мы получаем первичный билярный либо первичный склерозирующий холонгит. Если задействованы оба сценария, то мы говорим о возможности развития перекрестных аутоиммунных синдромов. Безусловно, существует генетическая предрасположенность к этим заболеваниям. Доминирующим фактором риска развития аутоиммунных заболеваний печени является гаплотип человеческого ликоцитарного антигена. Ну, действительно, это система HLA, наиболее изученный, хорошо и подтвержденный фактор, связанный с риском развития аутоиммунных заболеваний печени. Но существуют гаплотипы, которые связаны с повышенным риском развития аутоиммунного гепатита, первичного билярного, первичного склерозирующего холонгита. Это вот левая часть таблички. Так и такие протектные, защитные, которые, ну, лица имеющие их, имеют более низкий риск развития этих заболеваний. Заболевания протекают более доброкачественно и лучше отвечают в некоторых случаях на иммуносупрессивную терапию. Надо сказать о том, что, ну, вот эти ассоциации HLA являются универсальной особенностью, но в целом многие генетические ассоциации всех аутоиммунных заболеваний печени, они довольно общие с другими аутоиммунными заболеваниями. То есть мы наблюдаем такой плеотропный эффект действия генов. Ну и, конечно, надо сказать, что, несмотря на все новые и новые данные, новые знания, касающиеся генетических аспектов развития аутоиммунных заболеваний печени, тем не менее генетический компонент не может нам полностью объяснить развитие и оценить риск развития полностью аутоиммунных заболеваний печени. Безусловно, развиваются аутоиммунные заболевания под действием факторов окружающей среды. Эти факторы хорошо известны, они приведены здесь на слайде. Безусловно, агрессивными факторами, факторами повышающие риск развития аутоиммунных заболеваний считаются инфекционные агенты, о которых уже сказано, ультрафиолетовое облучение, низкий социально-экономический статус, применение некоторых лекарственных средств, химические агенты, алкоголь. Но, надо сказать, что не все приведенные здесь факторы являются однозначно агрессивными, повышающими риск развития аутоиммунных заболеваний печени. Вот, например, употребление кофе, известный факт, снижает риск развития первичного склерозирующего холонгит. Ну и неоднозначным фактором является табакокурение, табачный дым, повышая риск развития первичного билярного холонгита. Отмечено, что риск развития первичного склерозирующего холонгита у курящих достоверно ниже. Понятно, что меняют работу гена, не вмешиваясь в его структуру. Вот эти факторы, то есть это так называемые эпигенетические модификации, то есть вот эти факторы агрессивные, о которых я сказал, они вызывают и провоцируют развитие оксидативного стресса, снижают активность ДНК метилтрансферазы, один, что снижает активность процессов метилирования в CD4 клетках и провоцирует развитие аутоиммунных реакций. Безусловно, необходимо в развитии аутоиммунных заболеваний печени участие патогенов. Нам ближе, конечно, речь о инфляционных патогенах, но на самом деле они могут быть разные. Участие патогенов подтверждается и эпидемиологическими данными, и идентификацией патогенов в месте аутоиммунной динструкции, и воспроизведение вот этих аутоиммунных механизмов на животных моделях. Но надо сказать, что влияние вот этих патогенов, оно может быть как инициирующим и ускоряющим, это вот левая часть слайда, так и защитным или уменьшающим действием. Может быть как антиген специфичным, так и антиген не специфичным. Нам ближе все-таки инфекционные факторы. Мы чаще обсуждаем в качестве триггеров аутоиммунных заболеваний различные вирусные агенты, в частности патогенные гепатотропные вирусы, вирусы гепатита, вирусы семейства Герпеса и некоторые другие. Много данных в литературе, много описаний случаев развития аутоиммунных заболеваний печени после перенесенных вирусных инфекций. Понятно, что после того, не всегда вследствие того, но тем не менее, некоторая связь прослеживается. Об этом же говорят и эксперты Европейской ассоциации по изучению печени. Вот в рекомендациях по аутоиммунному гепатиту подтверждаются вот эти случаи развития аутоиммунного гепатита после различных вирусных инфекций. Ну и говорится о том, что приоритетным диагнозом надо рассматривать аутоиммунный гепатит, когда необъяснимо и длительно имеется гепатит у пациента, перенесшего вирусную инфекцию. Также косвенно указывает на связь вирусов с аутоиммунными заболеваниями печени довольно частое выявление неорганоспецифических аутоантител у больных вирусными гепатитами. Ну вот посмотрите, у больных хроническим вирусным гепатитом очень часто выявляются антигладкомышечные антитела. Вы видите, по некоторым данным, три четверти больных имеют эти антитела. Антинуклеарные антитела практически в половине случаев, ну и несколько реже антитела к микросомам печени и почек. Интересны в этом отношении данные наших китайских коллег, которые подтвердили, с одной стороны, на высокую распространенность аутоантител у больных хроническим вирусным гепатитом, аутоиммунными заболеваниями печени, аутоиммунным гепатитом, первичным билярным холонгитом. Ну вот посмотрите, у больных гепатитом С аутоантитела выявлялись в 66, даже более процентных случаев, у больных хроническим гепатитом В более чем в 58 процентных случаев. Ну и мне показался интересный вот такой факт, что спектр аутоантител у больных первичным билярным холонгитом, он соответствовал спектру аутоантител у больных гепатитом В, соответствовал спектру аутоантител у больных первичным билярным холонгитом. Это с одной стороны. С другой стороны, также на связь аутоиммунных заболеваний с вирусными инфекциями указывает частое выявление вирусных маркеров, антител, следов перенесенных вирусных инфекций у больных аутоиммунными заболеваниями. Здесь мы видим, что достоверно чаще выявляются антитела к вирусу гепатита Е у больных аутоиммунным гепатитом по сравнению со здоровыми добровольцами. Понятно, что этот фактор может существенно зависеть от возраста, но есть данные о том, что во всех возрастных группах наблюдения показывают о том, что с течением времени этот разрыв сохраняется. То есть всё-таки у больных с аутоиммунным гепатитом, как пусковой фактор, вирус гепатита Е, наверное, имеет смысл рассматривать. Также достоверно чаще выявляются антитела к парвовирусу В19 у больных аутоиммунным гепатитом, и это также говорит о возможной части вируса, о том, что он может уступать в качестве триггера аутоиммунного гепатита. Ну и весьма интересные данные наших греческих коллег, которые показали, что не только бесследно может протекать или оставаться без последствий ранее перенесённая вирусная инфекция. Вот здесь проанализированы данные пациентов большого количества больных, практически 200 человек, с аутоиммунными заболеваниями печени, все три аутоиммунных заболевания, и все эти больные были HBS-антиген негативной. То есть у них не шла речь о наличии вирусного гепатита В, но, тем не менее, при детальном исследовании была обнаружена ДНК вируса гепатита В более чем у 12% пациентов. То есть это так называемая латентная или скрытая HBV-инфекция. И это очень опасно, на самом деле, имеет наиболее важное значение для первой категории больных, для больных с аутоиммунным гепатитом. Вы видите, практически 14% из них имели вот эту латентную вирусную инфекцию, а вы знаете, что больные с аутоиммунным гепатитом – это потенциальные кандидаты на иммуносупрессивную терапию. И в том случае, когда мы не знаем, что существует вот такая скрытая инфекция, мы имеем вероятность получить потери иммунного контроля, получить реактивацию этой латентной вирусной инфекции с развитием, по сути дела, острого или фульминантного по течению гепатита с довольно серьезными возможными последствиями. Вероятность сценария развития вирусоиндуцированного аутоиммунного заболевания, ну, на мой взгляд, их всего три в целом для всех аутоиммунных заболеваний. Первый – это молекулярная мимикрия, суть которой состоит в наличии структурного сходства между вирусными антигенами и антигенами хозяина, возникновение вот этой перекрестной реактивности после того, как вот эти антиген-презентирующие клетки представляют эти вирусные антигены, на которые реагируют вот эти Т-реактивные лимфоциты. Второй механизм – это так называемая активация свидетеля, суть его в чрезмерном неспецифическом противовирусном ответе с повреждением тканей, высвобождением аутоантигенов из этих поврежденных тканей и активация аутореактивных Т-клеток аутоантигенами. Ну и третий механизм, также вероятный, в том числе и для аутоиммунных заболеваний печени – это механизм тримуэкулярного распространения эпитопа, суть которого стоит в том, что постоянно переситирующая вирусная инфекция ведёт к постоянному повреждению тканей, высвобождению этих аутоантигенов. Эти аутоантигены захватываются и презентируются антигенопрезентирующими клетками, на которые реагируют вот эти Т-клетки, и привлекаются, вовлекаются в ответ и неспецифически активируются ещё более аутореактивные Т-клетки. Для аутоиммунных заболеваний печени, тем не менее, мне кажется, что всё-таки более актуальны первые и третьи механизмы – это молекулярный вимикри и внутримолекулярное распространение эпитопа. О сходности структуры, о гомологии последовательности эпитопов нашего цитохрома 2D6 и вирусов имеются достаточное количество данных. Вы видите, что установлена гомология и для вируса гепатита С, и для цитомигаловируса, для вируса гриппа, для вируса гепатита С, вируса иммунодефицита, герпес-вирусов и так далее. То есть это всё данные в копилку вот этого механизма молекулярной мимикрии. Ну а механизм внутримолекулярного распространения эпитопа очень хорошо объясняет нам тот феномен, почему мы не видим этих вирусных антигенов в месте аутоиммунной деструкции. Ну вот сценарий гипотетически выглядит примерно следующим образом. После заражения вот этим патогеном, возможно, вирусом, имеющим структурный исходство с молекулами хозяина, очень длительное время, годы и десятилетия даже могут протекать вот эти события с распространением эпитопа, с развитием большого количества вот этих соматических гипермутаций в бета-клетках, с ответом аутоантител и постепенной утратой реактивности к инициирующему эпитопу. Теряется вот эта очевидная связь, но тем не менее она исходно существовала, просто мы её не видели до момента развития аутоиммунного заболевания печени. Таким образом, уважаемые коллеги, очевидно, что некоторые генетические особенности связаны с риском развития характером течения аутоиммунных заболеваний печени. Однако наличие гаплотипов HLA, повышающих восприимчивость, не гарантирует развитие аутоиммунных заболеваний. Наличие аллелей высокого риска без развития аутоиммунных заболеваний, с одной стороны, и отсутствие генетической предрасположенности у больных аутоиммунными заболеваниями, с другой стороны, указано то, что гены действуют не сами по себе, а в контексте окружающей среды. Ряд факторов окружающей среды могут активировать аутоиммунитет. В инициации ускорения либо аннулирования и замедления аутоиммунных процессов обязательно участие различных патогенов. Вирусная инфекция является наиболее вероятным пусковым фактором развития аутоиммунных заболеваний печени. Ну и, безусловно, необходимы дальнейшие эпидемиологические и молекулярные исследования для уточнения механизмов влияния вирусов на аутоиммунные реакции организма. Спасибо. Если есть вопросы, я готов ответить. Ваш доклад показывает, с одной стороны, всю сложность патогенетических механизмов. И всё равно нам, несмотря на то, что Вы показали, насколько важны вирусы как триггерные факторы, тем не менее мы говорим, что аутоиммунные гепатиты и аутоиммунные заболевания печени – это заболевания с неизвестной этиологией. Так всё-таки можем мы говорить, что это заболевания с различными этиологическими факторами, в том числе и вирусной этиологией. Спасибо, Елена Григорьевна, за вопрос. Ну, ещё раз хочу акцентировать внимание на том, что, скорее всего, на данный момент мы можем говорить только о том, что для инициации, для запуска вот этих аутоиммунных реакций необходим вот этот пусковой фактор, какой-то триггер, какой-то патоген. Вот в качестве этого триггера могут выступать, очевидно, различные факторы, не только вирусные, возможно, и бактериальные, и другие. И мы пока исследуем доказательную базу и проводим собственные исследования в отношении именно вирусных инфекций, находим всё больше и больше доказательств тому, что роль вирусов весьма вероятна в участии в развитии аутоиммунных заболеваний. Ну, естественно, что вирусы и бактерии – это могут быть не единственные факторы, и тем более, что и вирусы в бактерии у нас огромное множество. Вот какие из них чаще, какие реже, что из них более риск представляет, это, конечно, дело будущих исследований. Спасибо. Спасибо большое. Уважаемые коллеги, мы знаем, что одним из очень важных критериев постановки диагноза является профиль аутоантител. Поэтому мне хотелось бы объявить следующий доклад «Антитела в диагностике аутоиммунных заболеваний печени». С докладом выступит доктор биологических наук, ведущий научный сотрудник лаборатории клинической иммунологии Новиков Александр Александрович. Прошу вас. Уважаемые коллеги, добрый вечер. Ну, предыдущие ораторы исчерпывающие остановились на определении аутоиммунных заболеваний печени, на патогенезе данных заболеваний. Я, наверное, перейду непосредственно к биомаркерам и постараюсь как-то более подробно рассказать о их клиническом применении и в некоторых местах, может быть, даже визуализирую для вас, как это выглядит под микроскопом. Существует огромное количество биомаркеров аутоиммунных заболеваний печени. Большинство из них, конечно, это кандидатные биомаркеры, которые используются в тех или иных научных исследованиях. И меньшее количество выходит, конечно, в клиническую практику. Ну, сегодня мы, естественно, говорим про аутоантитела, потому что это аутоиммунные заболевания, а аутоиммунные заболевания без антител невозможны. И в крови, в сыворотке больных аутоиммунными заболеваниями печени обнаружится достаточно большой спектр этих аутоантител. И я постараюсь достаточно кратко, но рассказать практически о каждом. Ну, все мы знаем, что существуют международные рекомендации по выявлению аутоантител при аутоиммунных заболеваниях печени. Мы знаем, что аутоантитела инкорпорированы в алгоритмы диагностики. И надо отметить, что все тесты делятся на две большие группы. Первая – это тесты первого уровня, скрининговые. Главной особенностью которых должно быть то, что они должны быть очень чувствительны. И обычно это тесты, методически осуществляющиеся реакцией непрямой флюоресценции под микроскопом. И тесты второй группы – это второй линии, подтверждающие методы. Они должны быть более специфичны. Здесь уже вступает иммуноферментный анализ и иммуноблот. Ну, аутоиммунный гепатит. Про него уже все рассказано сегодня. Могу только отметить, что для аутоиммунного гепатита первого типа и аутоиммунного гепатита второго типа существуют свои собственные профили аутоантител. Всем нам хорошо знакомы антинуклеарные антитела. Это гетерогенная группа аутоантител, которые направлены против компонентов ядра и уже цитоплазмы клетки. Это объединили. Это один из ведущих тестов не только при определении аутоиммунного гепатита, но и при, естественно, лабораторной диагностике аутоиммуно-хривматических заболеваний. Этот тест входит в критерии аутоиммунного гепатита первого типа. Чувствительность, по данным разных авторов, порядка 50-80%. Но, опять же, к сожалению, очень низкая специфичность, потому что встречается и в здоровых людей, и при аутоиммунных других заболеваниях, и так далее, и тому подобное. Субстратом может служить срезы печени крысы, либо клетки линии ХЕП-2 человека. И надо отметить, что, когда вы получаете исследование, обращайте внимание на тип свечения. В данном случае их наиболее распространенный гомогенный тип свечения, либо крапчатый. Антигенами являются хроматин, гистоны, центромеры, у порядка 20% как раз встречаются антитела к ДНК, собственно говоря, поэтому гомогенный тип свечения. Ну и также существует огромное количество еще неидентифицированных антигенов в ядре и цитоплазме клетки. Антитела к гладкой мускулатуре. Здесь уже, это тоже реакция непрямой иммунофлюресценции, но используется в качестве субстрата, среза желудка, печени и почки крысы. Опять же, это диагностический критерий аутоиммунного гепатита 1 типа, чувствительность 50-70%, специфичность опять низкая. Антигены табулина и эфактин. Считается, что эфактин более специфичен при аутоиммунном гепатите 1 типа. Антитела к растворимому антигену печени и печеночно-панкреатическому антигену, это то самое СЛА-ЛП, обычно мы определяем либо иммуноферментным методом, либо блотом, мы его не видим. На реакции непрямой иммунофлюресенции тоже сложно видеть. Это лазерная микроскопия. Она не используется, к сожалению, в клинической практике, но я просто визуализировал, чтобы как-то представлять, о чем мы сейчас говорим. Чувствительность 30%, зато высокая специфичность. Антиген – это синтетаза СЭПСЭК-С. Ну и опять же, как я говорил, определяется обычно либо это иммуноферментный метод, либо иммуноблот. Антитела к микросомам печени и почек. Ну, субстрат, конечно же, это печень и почки и желудок крысы. Так мы перешли уже к диагностике аутоиммунного гепатита 2 типа. Чувствительность описана порядка 99%. Я что-то не очень в это верю. Мне кажется, это все-таки не совсем так. Специфичность низкая. Антиген цитохром P450. И по этому поводу как раз предполагается, что это не просто лабораторный маркер, а все-таки вот эти антитела имеют и какое-то патогенетическое значение. Потому что существуют у них гомологичные области с изоферментом цитохрома данного и с вирусом гепатита С. А то, что как бы у пациентов с аутоиммунным гепатитом 2 типа на поверхности гепатоцитов секретируется, экспрессируется огромное количество цитохрома P450, как раз от антигена для этого антитела. Возможно, что-то там запускается. Другие антитела, которые не совсем в последней линии, но если мы не обнаружили ничего другого, приходится переходить к менее специфичным и к менее чувствительным антителам. Это антитела к ЛЦ1 и антитела к сиологликопротеиновому рецептору. Опять же, сейчас существуют и иммуноферментные наборы, и иммуноблод для их определения. И уже такая последняя линия при диагностике аутоиммунного гепатита. Если уж вы вообще ничего не определили, можно посмотреть антитела к цитоплазме нитрофилов, перинуклеарные анса, либо атипичные перинуклеарные анса. Тут уже проблема в квалификации исследователя. Сможет ли он это правильно определить? Я просто привел в качестве примера хорошо известный алгоритм по диагностике аутоиммунного гепатита, куда инкорпорированы 4 аутоантитела, и, соответственно, два метода их определения. Непрямая реакция иммунофлюоресценции и иммуноферментный анализ. Мы проводили совместное исследование в Московском клиническом научном центре. Оно касалось больше того, какой метод избрать для скрининга лучше. И у нас получается, что для скрининга, с чем мы совпадаем с нашими западными коллегами, лучше использовать реакцию непрямой иммунофлюоресценции, но, к сожалению, более распространенный иммуноферментный способ определения антинуклеарных антител, он более простой и дешёвый, но там огромное количество ложных результатов, поэтому мы всё-таки рекомендуем найти возможность и сделать это на HEP2 клетках. Первичный бильярдный холонгит. Это хорошо вам знакомые антимитохондриальные тела. Опять же, их можно определить на печени крысы, либо на HEP2 клетках. Их, на самом деле, под микроскопом ни с чем не спутаешь. Они входят в критерии ПБХ. Выявляются у 90-99% больных, по данным литературы. Имеют, описано, предиктивные значения. То есть они могут выявляться за некоторое время, за годом, написано, до возникновения заболеваний, что, конечно, хорошо для ранней диагностики ПБХ. Антителак СП-100. Их обнаружение ассоциируется с гистологическим прогрессированием болезни. Определяются они у 30-50% у тех, у кого не определились антимитохондриальные антитела. Этим они могут быть полезны. И тип свечения, множественные ядерные точки на HEP2 клетках под микроскопом. Опять же, это вопрос квалификации специалиста, который смотрит. Но есть выход в виде иммуноферментных наборов и иммуноблот. Антитела GP-210. Их обнаружение ассоциируется с развитием холестаза и печёночной недостаточности. У 20% пациентов с ПБХ обнаруживается. Из них у 30-50% амонегативных. Опять же, можно определять тремя методами, но уже у кого что есть. Антицентромерные антитела. Существуют данные о том, что их обнаружение носит прогностический маркер холестаза, повреждение желчных протоков, печёночные недостаточности и портальная гипертензия. Можно смотреть непрямую иммунофлюорсенсию. Тоже их там очень хорошо видно. А можно пользоваться иммуноферментным методом и иммуноблотом. Два антитела. Это кандидатные антитела. Обсуждается их клиническое значение и диагностическое значение. Это антилакеллэк-12 пептиду и гексокеназия. Но пока каких-то твёрдых данных за то, что это можно внедрять в клиническую практику, пока ещё не получены. Первичный склерозирующий холонгит. Тут мы с вами вернулись к перенуклеарным антицитоплазматическим антителам. Опять же, они ассоциируются с неблагоприятным исходом заболевания. Чувствительность 50-95, но специфичность, как всегда, не очень высокая. Ещё описано антитела к билиарным и эпителиальным клеткам. Это звучит как свежий маркёр, хотя я встречаюсь с 2002 года. Вот информация про него. Ну и считается, что обнаружение именно ЭГА-уровней этого маркёра коррелируется с неблагоприятными исходами заболевания. Антитела гликопротеин-1. Тоже, насколько я понимаю, в клиническую практику это нет, не попало ещё. Опять же, описано, что её обнаружение, особенно антитела ГАК-класса, связано с увеличением крупных желчных протоков, развитием холангиокарциномы и увеличением смертности. Я немножко адаптировал таблицу, сводную, где как раз выделены методы, которые используются для скрининга, для подтверждения. И отмечены тесты первой линии, а также возможное прогностическое значение этого множества аутоантител при аутоиммунных заболеваниях печени. Ну, если всё обобщить, что можно сказать? Можно сказать, что определение аутоантител является важной частью диагностики аутоиммунного гепатита и первичного билиарного холангита, а также может быть полезным для постановки диагноза первичного склерозирующего холангита. Предпочтительным тестом для скрининга пациентов всё-таки является непрямая реакция иммунофлюоресценции, хотя сейчас уже появляются и новые методы, которые, если они не будут уступать, то при внедрении, пожалуйста. Важно обращать внимание на тип свечения. При определении аутоантител методом ДРИФ, например, если видите, что это антимитохондриальные антитела, вы уже сразу поймёте, к какому заболеванию они относятся. Ну и, конечно, необходимы дальнейшие исследования патогенетической и диагностической роли аутоантител в этой группе заболеваний. Большое спасибо за внимание. Александр Савченко, большое спасибо за Ваш доклад. Я слышу. Включен. Если позволите, очень маленький, короткий вопрос. Всё-таки приходилось сталкиваться с расхождением мнений учёных на предмет важности типа свечения при исследовании НРИФХЕП-2. То есть всё-таки важен больше титр или тип свечения всё-таки необходимо учитывать? Титр, конечно, важен. Понимаете, тип свечения не учитывают даже ревматологи. А зря. Потому что существуют такие типичные титры свечения, как АМАМ-2, например, или часто встречающиеся при атоиммунном гепатите, вот гомогенный тип свечения. Если Вы в комплексе совсем это будете учитывать, конечно, это будет проще. Спасибо большое. И ещё, если позволите, тоже маленький вопрос, но очень больной для клиницистов. Вы вот сказали всё-таки, аутоиммунное заболевание должно иметь аутоиммунные антитела. И тем не менее, по данным приводится, что серонегативные варианты существуют. Ваше мнение? Это всё-таки особенности, мы, может быть, не знаем, не можем выявить эти антитела? Особенности усовершенствования методов диагностики. Или действительно на какой-то момент аутоантител может не быть просто в организме. Потому что, например, пациенты с острым тяжёлым течением аутоиммунного гепатита, например, у них не обнаруживается. Уже пациентов с циррозом, уже на стадии выгоревшего цирроза, тоже, например, могут не обнаруживаться. Вот Ваше мнение? Ну, до этого же они обнаруживались, скорее всего. Вот я только что докладывала клиническое наблюдение. Пациентка, которая прошла всё, все исследования аутоиммунных антител, какие только можно, для неё это было важно очень поставить диагноз, не нашли ни одного антитела. Ей сделали трансплантацию, после этого посмотрели эксплант, там активный гепатит, хотя у неё цирроз. Ну, цирроз в исходе активного гепатита. Антител ни одного нет. На протяжении 10 лет у них исследовали профиль. Такой же спор идёт и в ревматологии. Например, вот некоторые считают, что серонегативная системная красная волчанка. Но классическое определение говорит, что если аутоиммунные заболевания, ну, должны быть антитела. Поэтому я считаю, что мы, наверное, это просто ещё не нашли. Ещё не время. Ещё не время, да, ещё, может быть, что-то мы ещё... Нам ещё есть что изучать. Скорее, не время или мы ищем ни там, ни то? Да мы что только не ищем. Я думаю, что просто ещё методически мы не способны что-то определить. Либо, ну, наткнёмся. Обычно, кстати, это случайно происходит. Спасибо большое. Спасибо. На этом, да, у нас очень мало времени. Я с большим удовольствием хочу пригласить на сцену Татьяну Михайловну Игнатову, доктора медицинских наук, профессора кафедры терапии Медико-биологического университета и инновации непрерывного медицинского образования ФМБЦ Бурназяна, город Москва, с интересным докладом. Такая тема – аутоиммунный гепатит у больных с метаболическим синдромом. Глубоко уважаемые сопредседатели, коллеги! Диагноз аутоиммунного гепатита – один из наиболее трудных в гепатологии. И причины трудностей хорошо известны. Это относительно редкость заболевания, клиническая гетерогенность, значительная клиническая гетерогенность, неспецифичность проявлений в отсутствии так называемого диагностического золотого стандарта, что затрудняет дифференциальный диагноз с другими хроническими заболеваниями печени. Кроме того, коморбидность в клинике внутренних болезней, возможность сочетания аутоиммунного гепатита с другими заболеваниями печени создаёт ещё и дополнительные сложности. Практически со всеми заболеваниями, с которыми приходится дифференцировать аутоиммунный гепатит, он может и сочетаться. Здесь перечислены наиболее часто встречающиеся заболевания печени, с которыми приходится дифференцировать. И среди перечисленных всё-таки неалкогольная жировая болезнь печени и её сочетание или дифференциальный диагноз с аутоиммунным гепатитом в настоящее время представляется наиболее сложной и нерешённой проблемой. Почему это так? По-видимому, потому что метаболический синдром и неалкогольная жировая болезнь печени имеют высокую распространённость. Это молодая нозологическая форма, которая недостаточно изучена. Лишь в последние годы какая-то подвижка происходит в понимании патогенеза, в понимании каких-то фенотипов этого заболевания. Вы, наверное, знаете, что в 2020 году международной группе экспертов предложена и смена номенклатуры этого заболевания. По-видимому, в ближайшее время болезнь будет называться жировая болезнь печени, ассоциированная с метаболическим синдромом или метаболическая жировая болезнь печени. Обсуждается отмена термина неалкогольный стеатогепатит. Но на сегодня мы во всех работах, в общем-то, пока используется прежняя номенклатура, прежняя терминология. Что касается распространённости, высокой распространённости, она, конечно, различна в разных регионах, но в развитых странах частота метаболического синдрома и ассоциированная с ним жировой болезнь печени достигает 25-30%. И, значит, такой же процент, 25-30% больных аутоиммунным гепатитом тоже могут иметь метаболические синдромы и неалкогольную жировую болезнь печени. Среди больных неалкогольной жировой болезни печени часть имеет прогрессирующее течение. Мы знаем, что это называется неалкогольный стеатогепатит. Частота его тоже очень различная. Мне приводятся данные по частоте от 1,5% до 6,5%, но в среднем 2-3% популяции имеют неалкогольный стеатогепатит. И, по-видимому, 2-3% больных аутоиммунным гепатитом могут иметь одновременно неалкогольный стеатогепатит. В чем связаны проблемы диагностики? Во-первых, мы хорошо знаем, что проблемы, собственно, и дифференциальной диагностики, и диагностики сочетаний. Проблема связана, во-первых, с тем, что у значительной части больных аутоиммунным гепатитом заболевание протекает с невысокой активностью и бессимптомно. Это до 3-ти больных аутоиммунным гепатитом. И такой аутоиммунный гепатит клинически неотличим от неалкогольного стеатогепатита. И при наличии компонентов метаболического синдрома врач, как правило, делает ошибку в сторону диагностики более часто встречающиеся заболевания, то есть в сторону, в пользу неалкогольного стеатогепатита, не проводя каких-то дополнительных исследований. И в таком случае, конечно, аутоиммунный гепатит пропускается диагноз. А с другой стороны, у значительной части больных неалкогольной жировой болезни печени выявляются неспецифические аутоантитела, антинуклеарные и антигладкомышечные, в том числе в отсутствии других признаков аутоиммунного гепатита. И врач, сделав эти исследования, имеет риск поставить диагноз аутоиммунного гепатита, риск гипердиагностики. Конечно, большое значение имеет проблема отсутствия стандартизации исследования аутоантитил и отсутствия технических возможностей исследования полного спектра аутоантитил, характерных для аутоиммунного гепатита, о которых мы только что прослушали очень информативный доклад. И, конечно, в таких случаях требуется для дифференциальной диагностики, для диагностики сочетаний требуется и полноценное исследование аутоантитил, и необходимо проведение морфологической верификации. Почему это важно? Важно поставить цель не пропустить аутоиммунный гепатит, потому что это заболевание более тяжёлое по прогнозу, чем неалкогольная жировая болезнь печени, и это заболевание имеет лечение, которое этот прогноз может изменить. Чем нам может помочь биопсия печени? Надо выявлять признаки, типичные, характерные для аутоиммунного гепатита и для неалкогольного стеатогепатита. Но я напомню, они здесь перечислены. Для аутоиммунного гепатита это перепортальный гепатит, преимущественно лимфо- и плазмоцитарная инфильтрация, розетки гепатоцитов и наличие воспалительных клеток внутри гепатоцитов. А для неалкогольного стеатогепатита при наличии стеатоза это баллонная дистрофия, некрозы гепатоцитов, лобулярные или портальные воспаления и, возможно, наличие фиброза, чаще пересиносоидального. В результате проведения морфологического исследования мы можем получить три варианта. Либо вариант неалкогольная жировая болезнь печени без морфологических признаков аутоиммунного гепатита, либо аутоиммунный гепатит, сочетаются признаки и аутоиммунного гепатита, и неалкогольной жировой болезни печени, либо мы получаем признаки только аутоиммунного гепатита без морфологических признаков неалкогольной жировой болезни печени, несмотря на наличие у больного метаболического синдрома. Вот последние два варианта, они как бы выполнили цель, диагноз аутоиммунного гепатита установлен, не пропущен, и здесь будет назначено адекватное лечение. А первый вариант, когда выявляются морфологические признаки только неалкогольной жировой болезни печени, он более сложен для дальнейшей дифференциальной диагностики. Это сложно еще и потому, что достаточно высокая частота выявления аудандитела, о которых я говорил, не специфических. Здесь указана частота 15-34% больных с неалкогольной жировой болезни печени имеют антинуклеарные, 5-6% больных имеют антигладкомышечные. Исследований немного по изучению значения этих аутоантител у больных неалкогольной жировой болезни печени. Показано, что они чаще обнаруживаются при наличии неалкогольного стеатогепатита, чем при простом стеатозе. Показано также, что наличие антител коррелирует с более выраженным стеатозом. Но в то же время работы, которые были проведены, не показали влияние наличия антител на течение и при прослеживании на развитие аутоиммунного гепатита. Но это только, если выявляется изолировано только аутоантитела. Так и называется это неалкогольная жировая болезнь печени с аутоантителами. Если же имеются хоть какие-то другие признаки лабораторные, клинические аутоиммунного гепатита, здесь и морфология неалкогольной жировой болезни печени, и здесь главное не пропустить АИГ. Обязательно проведение чувствительного сирологического исследования с определением полного спектра аутоантител, исследование всех других лабораторных маркеров аутоиммунного гепатита, уточнение наличия других аутоиммунных синдромов и заболеваний, ну и, конечно, динамическое наблюдение с повторным пересмотром диагноза. Очень интересные данные исследований, которые проведены международной группой по изучению аутоиммунного гепатита, они провели такое мультицентровое ретроспективное исследование больных с установленным достоверным диагнозом аутоиммунного гепатита, оценили ретроспективно морфологическую картину. Из 583 больных АИГ признаки неалкогольной жировой болезни печени были выявлены почти у 22%. У большинства из них это сочетание неалкогольного стеатогепатита и аутоиммунного гепатита, то есть сочетание признаков этих двух заболеваний. Но у 19 пациентов была картина только неалкогольного стеатогепатита. Не было никаких признаков аутоиммунного гепатита, но мы знаем, если нетипичная для АИГ картина морфология, то есть случаи, когда мы ставим, набираем по баллам, и по клинической картине всё-таки ставится диагноз аутоиммунного гепатита. И после этой картинки я хотела бы представить наблюдение поучительное. Оно такое крайне ретроспективное, потому что относится к 2004-2005 год, но поучительное. Это больная женщина 49 лет с ожирением, с гипертонической болезнью, с дислепидемией. В конце 2004 года у неё появилась экстричность склер, слабость, артерология. С этим она обратилась в поликлинику, выявлено увеличение печени и повышение активности печёночных аминотрансфераз, АЛТ, до 12-кратного превышения нормы, гамма-ГТ, 7-кратное превышение. Диагноз был неясен, и в начале 2005 года она была впервые госпитализирована в гипотологический стационар, имела место ожирение второй степени, индекс массы тела 37, окружность талии 104 см, гипертоническая болезнь, но я уже это говорила. Надо сказать, что больная отрицала употребление алкоголя и гипотоксичных препаратов до эпизода вот этой желтухи. Статины она тоже не принимала, она принимала только антигипертонзивные препараты и эльтероксин, поскольку несколько лет у неё диагностировался аутоиммунный тиреидит. При обследовании более низкое повышение активности, желтухи уже не было, более низкое повышение активности сыворочных аминотрансфераз до АЛТ, до 6 норм. Но обращали на себя внимание повышение гамма-глобулинов 28 г в литре, повышение уровня иммуноглобулина G-SOE-35. Эти данные вместе с клинической картиной, с этим эпизодом желтухи и высокими ферментами в период желтухи, а также артерологии и наличие сочетанного аутоиммунного заболевания тиреидита заставило предположить аутоиммунный гепатит. Было проведено биопсии печени, но при морфологическом исследовании выявлены признаки только неалкогольного стеатогепатита. Мы видим баллонная дистрофия, выраженный стеатоз, баллонная дистрофия, единичные мелкие некрозы отдельных гепатоцитов с лимфомакрофагальной инфильтрацией и умеренный портальный гепатит. Слабый склероз, цирроза нет, морфология информативная, никаких моментов, признаков аутоиммунного гепатита не выявлено. И морфолог сделал заключение о наличии неалкогольного стеатогепатита. И так был сформулирован этот диагноз в то время и компонентами метаболического синдрома. Больной было рекомендовано изменение образа жизни, даны рекомендации по диете, это касается алкоголя, снижение массы тела, рекомендован приём орсидезоксихолевой кислоты и обязательное наблюдение с контролем лабораторных показателей. Каждые полгода. Через полгода пациентка в поликлинике сдала анализы. Ферменты были 2-3 нормы, улучшились показатели. Она снизила вес на 5 килограммов, неплохо себя чувствовала. И в последующем отказалась, перестала делать анализы и не наблюдалась. Через 3 года обратилась в связи с резким ухудшением самочувствия нарастающей желтухой. И была повторно госпитализирована. Желтуха тяжёлая, белярубин до 10-ти кратного превышения нормы. Очень высокий уровень. Прежде всего надо сказать, что помимо гептомегалии выявлено увеличение селезёнки и выявлено барикозное расширение вен пищевода в первой степени. АЛТ – 24-кратное превышение. Очень высокий уровень общего белка, гамма-глобулинов, ИГДЖИ, СОЯ-62 и даже ЛЕ-клеточный феномен. На основании этих изменённых показателей, очень яркой, типичной для аутоиммунного гепатита с высокой степенью активности картины, был поставлен, и, конечно, с учётом того же такого быстрого прогрессирования за три года с формированием цирроза и портальной гипертензии, поставлен диагноз цирроза печени в исходе аутоиммунного гепатита высокой степени активности и неалкогольного стето-гепатита. Функция печени не была нарушена, зафиксирован синдром портальной гипертензии. Повторная биофизия печени не проводилась. У пациентки была начата терапия преднизолоном, максимальная доза 30 мг в сутки, несмотря на её вес, и азотиоприн, комбинированная терапия индукционная с азотиоприном 50 мг в сутки. Был очень быстрый и хороший ответ на терапию с быстрым снижением печёночных ферментов и нормализацией в течение ближайших месяцев, что позволило быстро снизить и отменить преднизолон, оставить только терапию азотиоприном с повышением дозы, и последующая поддерживающая терапия, монотерапия азотиоприном. Такой эффект терапии тоже подтверждает правильность диагноза аутоиммунного гепатита. В последующем у неё несколько лет мы наблюдали, всё было прилично, хотя лабораторные показатели были близкими к норме, и наблюдалось всё-таки прогрессирование заболевания, которое проявлялось увеличением селезёнки, нарастанием портальной гипертонии вен пищевода. Она сохраняла всё-таки избыточную массу тела, и, конечно, это наблюдение диагностирует вот такие сложности диагноза, и отчасти причина в том, что спрогрессировал заболевание, отсутствие комплоентности, её недостаточная комплоентность, конечно, эту пациентку надо было наблюдать каждые шесть месяцев и раньше пересматривать диагноз. И, конечно, в этом нашем наблюдении, безусловно, имеет место сочетание аутоиммунного гепатита и неалкогольного стет-гепатита. Мало исследований в отношении прогрессирования такого сочетания, всего несколько работ, они небольшие, но, тем не менее, показано, что всё-таки неалкогольная жировая болезнь печени утяжеляет течение аутоиммунного гепатита, более быстрое прогрессирование фиброза, хуже выживаемость больных. Ну и много внимания в литературе уделяется вопросу тому вопросу, что неалкогольная жировая болезнь печени, конечно, затрудняет проведение стандартной иммуносупрусивной терапии аутоиммунного гепатита, поскольку кортикостероиды утяжеляют проявление метаболического синдрома и поражения печени. Рекомендуется укорочение курса кортикостероидов, желательно не более 6-8 месяцев в составе комбинированной терапии, комбинированной индукционной терапии, минимизация суммарной дозы кортикостероидов. У больных без цирроза, конечно, предпочтительнее топические стероиды, бодозонит в сочетании с азотиаприном. А поддерживающая терапия – либо это монотерапия азотиаприном, либо применение альтернативных препаратов при непереносимости или неэффективности азотиаприна. Конечно, необходима тщательная коррекция компонентов метаболического синдрома, в первую очередь это относится к сахарному диабету, которого у нашей больной, к счастью, не было. Ну и кроме того, вообще необходимо тестирование всех больных аутоиммунным гепатитом на наличие компонентов метаболического синдрома как до начала иммуносупрессивной терапии, так и в процессе терапии, потому что это имеет значение для прогноза и имеет значение с точки зрения возможной коррекции лечения. И в заключение, как бы, режиме – это алгоритм ведения больных с метаболическим синдромом, у которых подозревается аутоиммунный гепатит. Ну, два варианта. Здесь вариант может быть предполагаемая не алкогольная жировая болезнь печени, но есть какие-то хотя бы признаки аутоиммунного гепатита. Либо, в общем-то, есть и клинические лабораторные признаки аутоиммунного гепатита, но наличие метаболического синдрома, и в том и в другом случае требуется проведение биопсии печени. И вот слева это вариант, если диагностируется аутоиммунный гепатит, то, может быть, я что-то буду повторять, но это резюме. Стандартная, может проводиться стандартная иммуносупрессивная терапия преднизолоном или бодосанит в сочетании с азотиоприном, с оценкой ответа, и в дальнейшем продолжение лечения предпочтительно без преднизолона. Если сочетание и неалкогольной жировой болезни печени и аутоиммунного гепатита по морфологии, то обязательно назначается иммуносупрессивная терапия, но минимальные дозы. И, в общем, я не буду повторять, только что я перечислила все рекомендации, которые для таких больных разработаны. И очень большое внимание должно уделяться не только изменению образа жизни, диете, но и коррекции компонентов метаболического синдрома. Обязательно оценка ответа на такую комплексную терапию. Если есть ответ, продолжается лечение предпочтительно без преднизолона. Если нет ответа, повторно пересмотр диагноза. Ну, если выявляется морфологически неалкогольный стретогепатит, как у нашей пациентки, то имеется подозрение на аутоиммунный гепатит, то на короткий срок изменение образа жизни и оценка ответа при отсутствии ответа или появлении новых признаков, пересмотр диагноза повторной биофизии печени. Вот я все рассказала. Спасибо большое, Татьяна Михайловна. Спасибо за такой исчерпывающий доклад. Татьяна Михайловна осветила отдельный такой генотип, вернее, фенотип аутоиммунного гепатита, который вызывает большой интерес, и это будет большая проблема в практике. У нас есть вопросы, но мы их обсудим в кулуарах из-за недостатка времени. Извините, я, наверное, задержала. Разрешите предоставить слово кандидату медицинских наук, старшему научному сотруднику отдела гепатологии МКНЦ имени Логинова Сандлер Юлии Григорьевне. Доклад посвящен резистентности к терапии первой линии у пациентов с аутоиммунными заболеваниями печени. Еще раз добрый день, уважаемые коллеги, уважаемый президиум. Итак, мы все знаем, что лечение аутоиммунного гепатита. Цель терапии – это достижение полной ремиссии заболевания, предотвращение, прогрессирование, поражение печени. И иммуносупрессивная терапия включает два этапа. Это индукция ремиссии и далее поддержание ремиссии. И на том, и на другом этапе у нас могут возникнуть трудности терапии именно первой линии. Итак, достижима ли, возможно ли полная ремиссия при аутоиммунном гепатите? Опять-таки, здесь нужно вспомнить о двух этапах. На этапе индукции ремиссии надо отметить, что в 80% случаев на иммуносупрессивной терапии первой линии или стандартной мы добиваемся у большинства пациентов ремиссию. Далее, при поддержании ремиссии и тем более после прекращения терапии, к сожалению, у 85% случаев возникает рецидив. Поэтому для большинства пациентов требуется пожизненная поддерживающая терапия. Но дело в том, что от начала применения глюкокортикостероидов для пациентов с аутоиммунным гепатитом до настоящего времени прошло уже более 70 лет. И, конечно же, стандартная терапия первой линии претерпела определенные изменения. Ну и вот если вы посмотрите на схему, на сегодняшний день появились новые данные. Например, согласно рекомендациям еще Европейской ассоциации в 2015 году, бодосонид относился все-таки ко второй альтернативной линии. В настоящее время Американская ассоциация по заболеваниям печени предлагает бодосонид включить в начальную и стандартную терапию первой линии. Но было произведено разделение аутоиммунного гепатита пациентов в случае наличия цирроза печени и в случае наличия острого тяжелого гепатита. И данные схемы при инициации терапии имеют некоторые изменения. И поддерживающая терапия в целом она имеет определенные критерии, но в своем докладе мне хотелось бы остановиться именно на определении тех групп трудных, так называемых, пациентов резистентных или условно резистентных к стандартной терапии первой линии. Какие мы группы можем выделить? Это полное отсутствие ответа на иммуносупрессивную терапию, под которым понимают отсутствие снижения активности аминотрансфераз более чем на 25% через 2-4 недели от начала терапии. Неполный ответ встречается у почти 10% пациентов. Некоторое улучшение лабораторных показателей, однако данные улучшения не соответствуют критериям ремиссии. Неудача лечения, ухудшение результатов лабораторных и гистологических исследований при строгой проведении режима терапии и комплоентности у пациентов. Непереносимость лечения, невозможность придерживаться поддерживающей терапии из-за наличия побочных нежелательных явлений, связанных с лекарственными препаратами. И, наконец, рецидив. И у кого же могут возникнуть данные проблемы? Ну вот как раз-таки в предыдущем докладе мы услышали та группа пациентов с аутоиммунным гепатитом при наличии неалкогольного стеатогепатита, метаболического синдрома. Это пациенты с циррозом печени, это пациенты пожилого возраста, которые часто имеют коморбидную сопутствующую патологию. Определенная группа – это пациенты, у которых развивается острый молниеносный аутоиммунный гепатит с перекрестным синдромом, молодой возраст и подростки, пубертантный период и так далее. Ну, отсутствие ответа на терапию в первом линии при наличии тяжелого состояния печени. То есть тяжелое острое начало заболевания или фульминантное молниеносное течение заболевания. Ну, во-первых, надо помнить, что терапию здесь следует начинать с высоких доз глюкокортикостероидов. Внутривенно не менее 100 мг. Оценка ответа на терапию через 7 дней и при отсутствии ответа – это пациенты, претенденты на трансплантацию печени. И чаще всего такие пациенты, к сожалению, имеют неблагоприятный прогноз. Отсутствие ответа или неудача лечения без тяжелого состояния печени. Пациентам без эффекта лечения обычно рекомендуют повысить дозу преднизолона и азотиоприна. Неполный ответ на иммуносупрессивную терапию предлагается либо увеличить дозу азотиоприна до 2 мг на кг в сутки, либо у пациентов, которые получают уже в первой схеме, согласно новым рекомендациям, бодосонит. Но если доза 9 мг в сутки не создает эффекта полного ответа, рекомендуется заменить преднизолон, начиная с дозы более 20 мг в сутки. Или же рассмотреть в качестве альтернативной терапии препараты альтернативной линии. Далее группа пациентов, у которых развиваются побочные или нежелательные явления. Азотиоприн. Развиваются побочные явления в 25% случаях. И в 10% требуется отмена препаратом в лечении первой схеме азотиоприна. У 5% пациентов в течение первых нескольких недель может развиваться холестатический гепатит, панкреатит, диспептический синдром, артрология или хорадка. И чаще всего это у пациентов уже с циррозом печени развивается угнетение костно-мозгового кроветворения. При легкой степени чаще встречается тяжелое гораздо реже. Итак, непереносимость азотиоприна. Что же нам делать? Заменяем азотиоприн на микофенолатом и фитил с эскалацией увеличением дозы. Или же мы отменяем азотиоприн. При недостаточном ответе на азотиоприн необходимо добавить акролимус и рассмотреть другие альтернативные схемы. Вопросы. Нужно ли определять активность метаболитов азотиоприна и измерять активность теаметилпуринтрансферазы? Ну, следует сказать, что знание уровня активности теаметилтрансферазы может сократить время, необходимое для ответа на терапию азотиоприном, позволит врачам индивидуализировать дозирование азотиоприна и выявить пациентов, у которых терапия азотиоприном следует избегать. Измерение активности метаболитов, а именно определение концентрации 6-тиагуанин-нуклеотидов, помогает скорректировать дозу азотиоприна и выявить возможное несоблюдение режима. Так, например, высокая концентрация метаболитов может свидетельствовать о токсическом действии препарата, а неопределяемая концентрация может быть обусловлена несоблюдением, например, режима лечения или нарушением метаболизма. Ну, побочные нежелательные явления системные глюкокортикостероиды, вы все, пожалуй, прекрасно знаете, почти у 80% пациентов в течение двух лет развиваются в той или иной степени выраженности нежелательные явления. И у 15% пациентов требуется отмена терапии преднизолоном. Какие же здесь у нас возможности имеются? Зависит, опять-таки, от этапа иммуносупрессивной терапии. Если этап индукции иммуносупрессивной терапии и активность не очень высокая позволяет перейти, например, на бодосонид. Если активность высокая, то необходимо рассмотреть альтернативные препараты. А на этапе поддержания ремиссии увеличить, например, дозу азотиоприна. Цель второй линии альтернативной терапии аутоиммунного гепатита – проводить коррекцию рефракторности, неполного биохимического ответа или непереносимости препарата в первой линии. Ну и на данной схеме вы видите, предлагаемые препараты, которые используют в терапии второй линии, их основное преимущество – это мощное и быстрое иммуносупрессивное действие. Однако данные препараты могут обладать своими побочными нежелательными эффекторами, такими как гипертензия, нарушение функций почек, сахарный диабет и так далее. И следует отметить, если вы видите, я уже об этом говорила, на сегодняшний день бодосонид рекомендован уже в качестве стандартной терапии Американской ассоциации, но тем не менее он рассматривался до настоящего времени в качестве второй линии. Следует отметить, что бодосонид применяется у пациентов без цирроза печени. И, соответственно, замена преднизолона ответчиков на бодосонид, но с тяжелыми стероидными побочными эффектами – это как раз-таки прямое показание для назначения бодосонидом. Как вы видели в схеме, вторым препаратом по частоте, который используется во второй линии – это микофенолат эмофитил. Он используется чаще всего с преднизолоном, реже с сакролимусом. И надо сказать, что он эффективнее именно при непереносимости азотиоприна. Вы видите эффективность до 88%, чем не при полном ответе на азотиоприн – до 25% эффективность использования. И вот одно из достаточно недавних, проспективных сравнительных исследований. Вы видите ответ на терапию при применении микофенолатом эмофитила – 94% почти, и полный ответ – у 72%. И достаточно длительное сохранение ремиссии. Вторая группа препаратов второй линии – это ингибиторы кальциневрина. Используется и циклоспорин, и токролимус – достаточно эффективные препараты, но, к сожалению, имеют определенные побочные нежелательные явления. И, конечно же, проводить терапию данными препаратами необходимо в специализированном центре. Дозы могут быть разные, эскалация дозы, и определяется обязательно концентрация препаратов в крови. Ну и вы видите положительные ответы на токролимус, который используется у пациентов пожизненно, у пациентов после трансплантации на печени. И, соответственно, эффект на токролимус очень хороший. Препарат относительно безопасен. Но надо отметить, несмотря на то, что ингибиторы кальциневрина применяются уже достаточно длительное время, тем не менее не отработаны режимы дозирования, протоколы мониторинга и не уточнен до конца профиль безопасности при аутоиммунном гепатите. Но и прекращение лечения ингибиторами кальциневрина при ремиссии аутоиммунного гепатита, к сожалению, часто приводит к рецидиву заболевания, то есть эти препараты невозможно отменить. Итак, в заключении ключевые положения. Лечение аутоиммунного гепатита направлено на достижение полного биохимического и гистологического разрешения заболевания и остановку дальнейшего прогрессирования. Стандартные схемы иммуносупрессивной терапии, включающие системные глюкокротикостероиды и азотиаприн, приводят к глобальной иммунной супрессии почти у 80% пациентов. Однако остаются группы так называемых трудных пациентов, которые не отвечают на терапию, имеют неполный ответ, пациенты с непереносимостью и рецидивами. Такие пациенты нуждаются чаще всего в индивидуальном подходе и применении альтернативных схем и препаратов. Спасибо, Юлия Григорьевна. Блестящий доклад, который завершил наш симпозиум. Я думаю, что это очень полезно для наших слушателей. Были ли какие-то вопросы в чате? Уважаемые коллеги, несмотря на наш слабо заполненный зал, нас смотрит порядка 600 человек. У нас есть вопрос, требующий такого конкретно простого, наверное, ответа. Как может заподозрить аутоиммунный гепатит участковый терапевт? Кто желает ответить? К сожалению, ответа конкретного не получится. Здесь надо достаточно все-таки немножечко расширять и конкретизировать. Как мы уже сегодня говорили, что, к сожалению, аутоиммунный гепатит – это крайне гетерогенное заболевание, которое может и начинаться по-разному, и вести себя в течение своего заболевания по-разному. Поэтому, наверное, с моей точки зрения, гораздо проще заподозрить у молодых. У них достаточно стандартно начинается и протекает. И они имеют и определяются иммунные антитела, и чаще всего это высокая биохимическая активность. Но, по крайней мере, когда участковый терапевт видит перед собой пациента с высоким цитолизом, первый этап – мы исключаем вирусную теологию, и дальше мы идем уже по схеме. И, соответственно, для этого нужно помнить критерии биохимической активности, серологический иммуноглобулин G-гамма-глобулины, поиск аутоиммунных антител, ну и далее уже последний этап. И сопутствующие аутоиммунные заболевания практического врача всегда могут повернуть в сторону, в направлении обследования для исключения аутоиммунного гепатита, тоже как один из важных факторов в дополнение. Позвольте я еще раз акцентирую внимание, я уже приводил эту выдержку из рекомендаций Европейской ассоциации об аутоиммунном гепатите. Нужно думать тогда, когда необъяснимый гепатит наблюдается, наверное, у молодого действительно пациента, который перенес вирусную инфекцию. То есть вот это тоже поможет, наверное, заподозрить. Так, еще вопросы есть, Сергей Николаевич? Почему никого не лимитируем, да, пожалуйста, Александр Александрович. Можно микрофон? Большое спасибо. Я бы хотел дать чисто лабораторный комментарий, потому что я вот в предыдущем докладе увидел ЛЕ-клетки у вас, да. Это 1948 год. Мальком Харк Грейс открыл ЛЕ-клетки. В 1950 году уже появился на этом основании антинуклеарный фактор. В принципе, с ЛЕ-клетками на этом закончили. Потому что чисто методически там можно наворотить очень много того, что будет непонятно. Поэтому не имеет смысла, если у вас возможно смотреть антинуклеарный фактор, назначать ЛЕ-клетки. Я даже не знаю, где сейчас его еще делают, эти ЛЕ-клетки. Да, пожалуйста. Это 2004-2005 год, и еще кое-где делали. Но вот при Волчанке они изначально определялись, Илье Глеточный тест, да. А при аутоиммунных гепатитах он наблюдался только при очень высокой активности. Это такая, раньше, когда это изучали, только при очень высокой активности. Он где-то в 20% случаев только выявляется. И только у больных с высокой степенью активности именно аутоиммунного гепатита. Ну, поэтому, раз поскольку это делалось, то это как дополнительный шар в пользу аутоиммунного гепатита. Спасибо за комментарии. Спасибо большое. Мы никого не лимитируем, поэтому немножко можем еще пообсуждать коротко. Во всех практических выступлениях, в которых были приведены клинические случаи, я обратил внимание на то, что довольно серьезные проблемы возникают у пациента в том случае, если низкая приверженность, комплоентность. Вот какие у нас есть скрытые резервы в этом плане? Только ли мы должны убеждать пациента получать вот эту серьезную терапию многие-многие годы? Или по какому-то пути будет двигаться прогресс, придумают какие-нибудь там гормональные иммуносупрессивные помпы, или там пластыри, или там под кожу какие-нибудь препараты для того, чтобы пациент был привержен? Ведь мы видели, чем это заканчивается в том случае, если он прерывается, он стоит на терапию. Ну, так как чаще всего, в общем-то, приверженность к терапии, отсутствие комплоентности, это в основном подростки, которые боятся за косметический эффект, за наличие акне, за герсутизм, да, кушенгоид и так далее. Поэтому мне кажется, ну, во-первых, если там нет цирроза и такая высокая активность, мы просто можем использовать будусанит уже, это первая стандартная схема. Во-вторых, мне кажется, здесь, конечно, надо очень много разговаривать и обсуждать, и убеждать. Ну, поэтому вопрос врач, он все-таки является еще отчасти психологом, и если пациент наладишь с ним контакты, доверять, ну, мне кажется, это такие стандартные истины. Ну, и в любом случае развивается, наши знания совершенствуются, и, тем не менее, уже существует клеточная терапия, поэтому, возможно, через какое-то время будет совершенно другой подход. При клеточной терапии, приводится вот сейчас исследование, там одна инъекция, она настолько активно убирает активность и способствует ремиссии, поэтому будущее впереди, думаю, что из-за этой терапии. На данном этапе, пока у нас нет такой замечательной терапии, надо нам привлекать профильных специалистов по убеждению, психологов, психотерапевтов. Если доктор не справляется самостоятельно, надо. Ну, я думаю, что это сложно с пациентами с аутоиммунным гепатитом все-таки. Придется, наверное, осваивать вторую профессию. Давайте на этой оптимистической ноте закончим наш симпозиум. Огромное всем спасибо за терпение, за внимание. Всем докладчикам за то, что уложились в регламент, мы чуть-чуть превысили, поскольку нас задержали раньше. Желаем всем здоровья, успехов, всего доброго. И получение баллов непрерывное медицинское образование как для физических лиц, так и для юридических. Интерфейс и навигация портала Medex Pro интуитивно понятны и позволяют с комфортом выбрать подходящую программу повышения квалификации. Каждая программа создается в рамках специализации и поднимаемой темы. Особое внимание уделено отзывам и конструктивным комментариям наших пользователей. Мы приветствуем и учитываем полученную обратную связь при разработке наших образовательных продуктов. В процессе обучения на Medex Pro обмен опытом с ведущими экспертами России в различных отраслях медицины станет нормой. Задайте вопрос лектору и получите компетентный ответ. Видеолекции, подкасты, презентации, дополнительные текстовые материалы, интерактивные тесты и другие образовательные форматы ожидают вашего внимания. Возьмите максимум прикладных знаний, повысите квалификацию и построите карьеру с Medex Pro. Субтитры создавал DimaTorzok